Всем привет, друзья, с вами Антик, и мы продолжаем играть в Dungeons 2. Итак, в предыдущем эпизоде мы захватили вот этот круг камней и не смогли их удержать. Зло наблюдали за победами армии безмозглых. Теперь они возжаждали того же и перехватили руководство. И, будучи по природе обманщиками, обманули несчастную нежить. Они открыли входы в тронный зал в подземелье, и теперь горки и демоны могли сражаться бок о бок с людьми. Черт, они и правда сражаются вместе! Быстро заблокируйте те входы! Защитите тронный зал! Ну так вот, ведущий меня постоянно перебивает. Короче говоря, мы захватили вот этот круг камней, чтобы все три зла воссоединились, но, к сожалению, не смогли удержать, потому что в подземелье открылись порталы, и демоны, и орки хлынули просто потоком в наши подземелья, а к тому же еще и кроме них люди продолжают нападать. Поэтому здесь все-таки так просто не пройти. Ритуал придется нам бросить. Бартус у нас, конечно же, погибнет, но зато мы защитим наши подземелья и ворвемся в подземелье врага. То есть ворвемся в подземелье демонов, ворвемся в подземелье орков и уничтожим их там. На меня напали! Смерть живым! Смерть демоном! Смерть ордель, черт побери! Ну да, вот, такие дела. Короче говоря, много раз я пытался уже пройти этот момент, и мне все-таки не удерживаемый этот ритуал, поскольку часть армии все-таки надо оставлять в подземелье, чтобы тромозал не уничтожили. А здесь у нас возрождается мелкий сэнд, то есть это гребанная огненная жрица из игры крестолов, и она очень жирная, ее никак не убить маленькой армией. Так что придется нам повременить с этим ритуалом. Оставим пока этот круг камней на растерзание людям, оркам и демонам, а сами будем защищать наши подземелья и уничтожать вражеские. Бартас погиб. Ритуал не состоялся. Но таким конец не может быть. Бартас был нежитью, и вскоре он восстал. И камни судьбы тоже были на месте. Попытка номер два. Да уж. Попытка номер 22. Так, и мы, наверное, сейчас подождем, пока Бартас у нас возродится. В вашем подземелье враги. Вот тут у нас люди нападают, и люди у нас тут где-то... Да, люди и орки нападают, и демоны тут же. Жесть, просто жесть. Вот, и они встречаются друг с другом, еще и друг с другом борются. Так это хорошо. Да, и орки помогают мне портала демонов уничтожать. Тоже очень положительно. Если бы они все были друг в другом в союзе, мы, конечно, бы... Не выдержали бы... Такого напора. Так, и, кстати говоря, мы еще должны заклинания изучить, которые мы... На сих пор не изучили, допустим, еще три заклинания, которые нам пригодятся. Так, вот, смотрю, я могу их заморозить. Демоны хаотичного зла захватили камни судьбы. Сейчас эту армию пока что опасно куда-то уводить, потому что очень много врагов. Мелки Сэнт возродил. В пламени. Кто бы мог подумать. Так, там уже Мелки Сэнт возродила. Сейчас Мелки Сэнт пойдет камни судьбы захватывать снова. Так. Ну и, в принципе, можно попробовать сейчас армию собрать, конечно. Сейчас попробуем. Так, вот мы Баншу возьмем. Парочку Снайперов. Сейчас мы тут... Стылу разнесем. Рыцарь хаотичного зла снова направился к Камням Судьбы. Именем Бога Огня я освещаю это место, куда никогда не посмеет ступить зло. Альянс захватил Камни Судьбы. Так, все, идем тогда к троллям в гости. Попробуем их там вынести пока. Пока они отдыхают. Конечно, наши подземелья сейчас уязвимы, но... Постараемся это сделать быстро. Вот уже демоны там нападают. Так, тут у нас тролли, да? Орки. Орки, Олгу. Все на месте. Хаотичное зло и его демоны начали ритуал. Они ни в коем случае не должны его провести. Помогаем магии. Так, все, идем в зал. Нежить добралась до тронного зала в подземелье Орды. Его разрушение положит конец абсолютному злу раз и навсегда. Абсолютное зло потерпело поражение. После разрушения тронного зала ни орки, ни гоблины не думали вмешиваться в ритуал. Отлично. Наоборот, они почтительно поддержали право прокаженного зла провести этот ритуал. Зловещая и молчаливая процессия армии Безмозглых покинула подземелье в поисках нового испытания. Так, у нас есть 30 минут, пока Мелкисон там свой ритуал проводит. И нам то же самое нужно сейчас проделать с подземельем демонов. Так, дабы полечить парочку бы этих ребят. Ладно. Бартисон у нас пока еще отдыхает. Оставим его в покое. Давайте. Давайте, твари, двигайтесь. Мы должны, мы должны справиться в какой-то веке. Надеюсь, там эти гребаные демоны сейчас не нападают на меня? Не выйдет сейчас? День зарплаты! Не встречусь я сейчас с огромной армией в этих коридорах. Так, вот он зал. Мы без проблем прошли. Нужен тронный зал демонов. Теперь победа армии Безмозглых над хаотичным злом была близка, как никогда. Хаотичное зло и его демоны были повержены. Им пришлось признать господство прохоженного зла, ибо выбора как такового у них не было. Солдаты армии Безмозглых ликовали, лязгая беззубыми челюстями и сотрясая пыльный воздух хлопками своих хрупких запясных костей. Так, просто возвращаемся домой. У нас там сейчас уже снова оборона будет. А, Бартос проснулся, круто. Так, ну что ж, давайте тогда лечимся до конца. Долечимся, долечим своих раненых солдат. Тут еще заклинания у нас с ним все изучены. Ну, люди так и будут нападать, их никак не остановить. Насколько мне известно. Так, вот, достроим эти вечные покои. Чтобы наши ребята бы быстрее лечились. Так, и горшки-то есть? У нас нет горшков, у нас нет. Горшков очень не хватает. Просто дичайше не хватает горшков. Дверки поставить. Сейчас должно быть уже полегче. Я даже, наверное, сохранюсь по такому поводу. Потому что очень же много раз пытался пройти этот момент. Вот первый раз сейчас все-таки придумал сделать так, чтобы остудить пыл орков и демонов. Но, конечно, барты сойдут. Так, Мелдисон у нас все еще читает свою книгу, ритуал проводит. Сейчас, наверное... А, слушайте. Если у нас орки и демоны сейчас уже не будут вмешиваться в ритуал, то мы должны сами их пойти останавливать. Этих людей. альянсы. Потому что больше нам никто не поможет. Сейчас остались только мы. Только наша нежить. Так, что у нас с заклинаниями? Давайте уже изучайте до конца. Чуму. Так, тут у нас чума будет восстанавливать нам здоровье. Так, и возвращение зла. Еще одно заклинание надо будет изучить. Закрыть... Если тебе иной раз хочется закрыть лицо руками от бездарности своих существ, ты можешь спустить пару, внеся в ряды врага хаоса и разрушение этим простым заклинанием. Наверное, стравливает друг с другом это заклинание врагов. Так, мне вот больше всего это интересно. Соберись нежить. Переносит всех существ из подземелья в указанную точку, а немедленно прорует себе путь из земли. Но будьте осторожны, этот момент очень... Они очень уязвимы. Добавная штука. Так, сейчас, кстати говоря, как только мы все изучим, я еще раз сделаю сохранение. Мне бы только успеть. Да, ну вот уже почти все изучено. И мы готовы к нападению. Так, соберись нежить. Давайте попробуем. Прямо здесь вылезти. А, нельзя. Только на своей территории. А, только можно на своей территории кастить, да? То есть... Ну, понятно. Я-то думал, можно на поверхность. Вот, переносит всех существ из подземелья в указанную точку. То есть я думал, что... А, слушайте, дальность использования. Дальность использования вашей подземелья и ваши поглощенные злом участки верхнего мира. Так, то есть... Где я тут злом-то поглотил? Тут я не поглотил злом, сюда не могу. Да, сюда могу. На, давайте сюда вытаскивать нашу нежить. Хм, хорошее заклинание, слушайте. А Бартос-то присоединился. Интересно. Интересно. Ты, блин, я... У меня за света прямо засадился. Так, Бартос, конечно же, пешком должен идти. Вот ведь... Вот ведь подстава, да? Вся нежить не вылезла, а Бартос пешком. Ладно, что. Придется ждать. Так, вот ты, чувак, наверное, пойдешь лечиться. Битолку немного будет. Так, Бартос пойдет вот сюда. Так, кто у нас еще тут? Слабенький там. В принципе, все нормально. Сейчас уже. Более-менее здорово. У нас 7 минут. Надеюсь, успею. Только Бартоса дождаться надо. Очень гребаные звери стоят. Так, давайте потихоньку продвигаться тогда. Давайте подальше от этого круга гребаного, потому что он просто убивает очень сильно. Очень много дамага там. Все, уходим. Все. Так, сайтеров, конечно, все перебили уже, что очень не радует. Надеюсь, до второго круга мы доживем. Не приведу до того, как она очень-то пасетит зарплату. А, вот второй круг, второй круг. Давайте валим. Семного валим. Круг просто убивает. с ним невозможно соперничать. Все, назад. Очень мало нежики у нас осталось. Бартлс еще жив. Так, я рано сейчас костюмом второе заклинание, потому что первое прервалось. Давай, давай, добей, 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 добей его. Каждый смерть лишь распаляет мою злобу. Бог огня принесет себе погибель. Черт. Не повезло. Ну что, сейчас сгорит, которые зомби у нас? Последний зомби, слушайте, героический остался у камней судьбы. Ну, блин, придется тех ждать, пока у нас Бартас снова возродится. Ладно, тогда я поставлю пока запись на паузу. Итак, на этот раз мы все-таки отбили камни судьбы и не потеряли Бартаса. Это главное, чтобы он начать мог ритуал. Так, всех больных, в принципе, можно послать. Победа! Камни судьбы наши! Обреченные на смерть дольше живут. Или как-то так подумало прокаженное зло, когда Бартас снова начал ритуал. Потом оно отбросило эту мысль и целиком сконцентрировалось на его защите. Так, ну что ж, всех больных мы, наверное, все-таки пошлем в подземелье лечиться. Они там по-быстрому полечиться и вернутся. А мы пока постоим тут. И более, что атака Альянса только что отбита. И мы должны продержаться все-таки. Скоро мои мечты станут явьи! Да-да. Твои мечты станут явьи. Ну, таким вот образом мы сделали так, чтобы подземелье наше было защищено. Демонов и орков мы уничтожили. Отбили у них охоту нам препятствовать. И, конечно, атаки Альянса продолжаются, но атаки Альянса мы, в принципе, нормально отбиваем. Даже с минимумом армии. Камни Судьбы хранили в себе древние тайны. И прокаженное зло нашло способ высвободить их силу. По одной лишь команде камни испустят волну разрушения, способные уничтожить любого нападающего, если только он по своей глупости зайдет в зону поражения. Ну, забавно. Камни Судьбы. Так, а как это применить-то? Просто щелкнем, да? Кажется, грубо говоря. Свалим отсюда. Подземья. Помогите! На меня напали! Вот так вот додействует, добавно. Так, ну сейчас Барта сама не потерять, главное. Так, еще какой у нас КД? 5 минут, да? Для меня остывания. 5 минут это много очень. Там мелкий сант может возродиться. Но вот этой белки не было у нас, пока мы не уничтожили орков и демонов, поэтому, видимо, это был все-таки такой сюжетный ход, что мы сначала захватываем камни Судьбы, потом мы проваливаем вот этот ритуал, уничтожаем орков и демонов и снова захватываем. Потому что захватив и отбиться в первый раз там просто нереально. Не знаю, кто у кого получится, пишите в комментарии, но я вот не вижу такой возможности. Я думаю, это просто невозможно. Так, ну, лен Света сейчас пойдет, конечно, он тут застрянет на ловушках у нас. Мы, как обычно, можем скелета вызвать. Так, вот выбиваемся. Как у меня там, кстати говоря, нежить. В принципе, уже многие полечились, да? Многие еще без сознания. Сейчас они уже будут подниматься из могил. Мы спокойненько проведем атаку. Так, давайте мы чумой заразим, что ли, пока. Очень забавная штука чума. Чума нас еще лечит, когда враг умирает, зараженный этой чумой, поэтому очень полезное заклинание. Так, ну что, я вижу, у нас ноги уже ожили. Скоро! Скоро! Так, отлично. Берем только здоровых. Можно, конечно, заклинание использовать, чтобы вылезти на поверхность, но я зря маны не буду тратить. Мана мне еще пригодится. Так, а почему только одного снайпера можно взять? Куда остальные дадились? Не, не, там биться за меня. Блин. А, не сверху уже, все понятно. Я забыл, что я сверху оставил охрану. Так, давайте. Скоро Мелтисонт уже возродится. Вновь Мелтисонт вернулась к жизни в очищающем огне алтаря. Да, вот она. Прокаженное зло поклялось, что в следующий раз будет для этой жалкой героини последним. Так, еще минуту две осталось. Последним распоследним. Да, КД. Какая забавная шутка. Да, забавная шутка вообще ображаться. Так, сейчас вообще уже не время для шуток на самом деле. Сейчас решающий момент у нас. Решающий просто момент, когда все решается. Решающий момент, когда все решается. Решается, короче говоря, судьба. Вот она, Мелтисонт, идет. Давайте мы чумой заразим на поверхности. Это можно тоже сделать. Будьте начеку! Они нападают на меня! Ладно, в круг не встать в этот. Так, чумой-то я заразил, да? Да, да, вроде бы убьем. Вам не победить! Добро восторжествует! Какое нахрен добро? Чем ты говоришь? Добро. Нормально. Отбились. Наконец-то я таки уже предвкушаю финал, потому что я эту игру давно уже очень прохожу. Мне просто хочется уже увидеть, что там будет в конце. Что нам скажет ведущий, комментатор. Как-то все будет выглядеть. Та, слушай, ты что не лечишься? Давай лечись. Что-то не хочет он лечиться. так. Все просто уже в максимум мы прокачали. Тронозал у нас прокачан тоже в максимум. Нечего просто уже прокачивать. Так, тут у нас опять пришли, ребятки. За добавкой. Давайте мы... А, чума у нас на КД. Ну, обычному войску без героя, конечно. Ничего делать. Они нам не конкуренты. Осталось 3 минуты. 3 минуты. Так, пошли. Камни судьбы снова могут испустить волну разрушения. Так, давайте мы сейчас для прикола возвращение зла закастим. Посмотрим, как это выглядит вообще. Вот они подходят. Зло возвращается. Ова! Вот такой вот гигант. Каменные шипы и все. Круто. Это было заклинание, когда у нас орки и демона нападали. Конечно. Но у меня тогда этого заклинания еще не было. Я что-то притормозил немного изучение заклинаний. Время почти пришло! Две минуты. Время почти пришло! Две минуты. Две минуты до финала. Ну что, больше никакого экшена не будет, видимо, да? Окей. Кто не хочет просто две минуты сидеть и ждать, конечно, может перемотать вперед на эти две минуты. Ну, а мы пока займемся... Не знаю даже, чем займемся. Посмотрим, что тут и как. Вроде бы точно ничего нельзя улучшить. Даже все здания, по-моему, у меня прокачаны. Вот тут и алхимика. Ну да, кстати, у нас помещения-то не все прокачаны. В гробницу мана еще можно было улучшить. И хранилище. Да, но это все уже детали, это все к бою не относится непосредственно. Все, менеджмент просто. Давайте мы на разведку сходим туда, к этому альянсу света. Посмотрим хотя бы что там и как у них. По-моему, нельзя было проникнуть туда в начале миссии. Ну что-то не можешь договорить. Лобей. Не может, он если договорить не хочет, слушайте. Это какая-то жесть. Ну а вот может уже. Ну ты вроде не голодный, давай я иду дальше. Посмотрим, тут зайчики бегают. Наверное, мне придется в конце еще альянс света уничтожить, да, все-таки? Ну тут ворота закрыты, вот в чем проблема-то. И открываются ворота. Вот так вот один добрый снегуль всех тут разбивает. Но ворота нам не откроют, чтобы мы туда пришли. День зарплаты. Ну что ж, пять секунд остается. Давайте посмотрим, что будет происходить. Наконец-то этот триумфальный момент настает. Ритуал прошел успешно. Теперь тело Бартаса стало вместилищем силы всего зла. Яркая вспышка света озарила окрестности и на мгновение скрыла камни судьбы, где вместо Бартаса возникло абсолютное зло. Абсолютное зло пробудилось. Теперь ничто не могло его остановить. Зло праздновало победу. А-а-а! Не так быстро! Я так ждал этого момента! Наконец-то время пришло! Ты? Тебе что тут нужно? Что это вообще такое? Ты даже не упоминаешься больше в моем рассказе. Ха! Это именно то, что я подумал! Мой великий шанс! Я все спланировал! Я уже поставил первую подножку абсолютному злу! Я успел дать герою магическую формулу для его изгнания! Что? Это был ты? Ты подлый предатель зла! Как ты мог быть таким добрым? фу-тфу! Да я такое же зло, как они! Воссоединение абсолютного зла есть и мой вклад! Разумеется, вы можете спросить, зачем? Ну, это часть моей многоходовочки. Камни судьбы все еще полны магической энергии после ритуала. Если я разгромлю абсолютное зло прямо здесь, я займу его место, я буду править народами зла и порабощу Альянс! Я буду восседать на железном троне! Ледяной трон? Не железный! То есть ледяном троне! Какая разница? В любом случае, я буду абсолютным злом вместо абсолютного зла! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Хорошо. Как-то не очень хорошо это выглядит. Боюсь, здесь будет грандиозное сражение. Вам нельзя здесь погибнуть, иначе все пропало. Это самая важная битва во всей истории. Или он, или вы. Или он, или вы. Оу. Да. забудьте, я этого не говорил. Дурацкий пророк определенно подумал, что у него есть шанс совладать с абсолютным злом, но он ошибался, и за эту ошибку получил сокрушительный удар. Внушительная победа армии безмозглых. И арты, и демонов, разумеется. Рано радуешься, победа все еще не за тобой, а на моей стороне бог огня. Тебе никогда не захватить новую королевскую гавань. Ведь о ней-то я и забыл. Новая королевская пасть. Правда? Ну, ладно, хорошо. Абсолютное зло быстро зашагало в сторону новой королевской пасти, чтобы в кое-то веки положить конец альянсу. черт побери, это оказывается еще не конец. Мы воссоединили наконец-таки три разных зла в одно, в абсолютное зло, но нам предстоит, видимо, захватить еще и королевскую пасть новую. Ну что ж, очень была напряженная миссия, вы даже не представляете, насколько она напряженная была для меня, если вам тоже понравилось. спасибо, что следите за прохождением Dungeons 2 A Game of Winter. Подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. С вами был Антик, пока!